Здравствуйте, зовут меня Костиченко Александр, работаю на футболе журналистики МГУ. Написал такие вот три учебных пособия, практическая журналистика, настольная книга журналиста и практическая журналистика 15 мастер-классов, но сейчас еще пишу мужовский учебник по технологии написания текста. Моя лекция ориентирована в большей мере на начинающих журналиста, были на тех, кто хочет ревстать, кто хочет начать сотрудничество со СМИ. И моя цель помочь сделать первые шаги, которые обычно самые сложные, чтобы в редакциях человека признали своим, чтобы туда его приняли, чтобы к нему адекватно относились, вот это вот вхождение, ну у кого-то это более безболезненно происходит, а кто-то не может, кому-то не удается преодолеть. Ну надеюсь, что те алгоритмы, которые я сегодня расскажу, они помогут бы столкнуть и соблюдаться. Ну а с какой проблемой обычно сталкиваются начинающие журналисты, студенты, стажеры, внештайники, ну просто те, кто решил заняться, решил начать сотрудничество со СМИ. Самая частая проблема, вы приходите в редакцию, допустим, на стажировку, от университета, вот получите на журналисты, вас встречают, улыбаются, сажают за компьютер, ну ничего не близко, забывают про вас. Вы там сидите, сидите, ждете, чтобы будут задания, ждете, что вы сейчас вот покажете, что вы умеете, а оказывается, что никому не надо ничего, оказывается, все своим делом заняты, никому не давать. Что часто происходит с таким стажером, вот он посидит, день придет, другой придет, третий придет, четвертый не придет, решит, что ему все равно задания не дают, никому он не нужен, что он будет зарядрать время, игнорировать вообще человек очень тяжело переносит. Даже когда ругают, это легче, все равно тебя замечают, даже там злишься, но игнорирование, когда тебя просто не замечают, это, ну, вероятно, кто может выбежать. Нужно психологическую подготовку иметь, чтобы, ну, в любых условиях этому сопротивляться, и тем более, вот, когда начинающий, младший в коллективе старших, которые, как бы, показывают, что именно для тебя не штатен. Решил начать сотрудничество с изданием, нашел контакты, созвонился, сказали, присылайте темы, присылал тему, что дальше, тоже ничего. То есть, как в черную дыру куда-то уходит, наконец, опять списался, созвонился, добился того, чтобы сказали, да, тема хорошая, вот об этом можешь писать. Написал, отправил, тоже, как в черную дыру провалилась, не ответа, главное, если бы писали, что вот ты сделал не так, вот это, вот это, давай переделай, я привлеку, и мы хорошо. Но самая частая реакция со стороны редакции, со стороны редактора, с ним общаешься просто, вот так, как будто в никуда. Спрашиваешь, что, да, потом, да, почитаю, неделя проходит, как там мой текст, да, да, почитаю, вот подлечу. Ну, понятно, еще через неделю можно не спрашивать. Поэтому вот такая вот реакция, не все так кричат, но все это чувствуют, что я что-то делаю не так, что я какой-то не такой, что это вот цена, которую не прошитешь, это какая-то закрытая тусовка, которой вот они там по своим правилам как-то живут, и я эти правила не понимаю, причем, ну, приходит вот человек сотрудничать с редакцией, умный человек, как думаете? Ну, скорее всего, с интеллектом нормально, даже выше среднего. Трудолюбивый? Ну, скорее всего, да. Талантливый? Скорее всего, тоже, да. И вот такое вот происходит. То есть вы в школе учились, в университете учились, там к вам относились как к способному талантливому умному человеку, вы пришли в редакцию и вас никак не воспринимали. Вот это вот тоже потрясающе действует, и на это многие реакции, что-либо какая-то редакция неправильная, либо я не такой, ну, в общем, человек входит разочарован, либо с ощущением, что он неправильная, либо специальность, либо, что ему надо идти в какую-то другую хорошую редакцию, ему просто очень серьезно не повезло. Но это происходит в разных редакциях, с разными людьми, с разными стажерами из года в год. Ну, что я предлагаю? Рассмотреть происходящее с другой стороны, с другой стороны баррикад, с позиции редактора, почему он так себя ведет, объяснить, почему он сам иногда так действовал, будучи редактором, много лет работал со стажерами, и вот как это видится в человеке, который стажера игнорил. Ну, вообще, работа редактора легкая, как думаете? Нет, ну, собачья работа. То есть, с одной стороны, вроде бы он там не ворочает мешки, он за деньги, ни за какие не отвечает, он просто выходит на совещание, сидит за компьютером, ну, правда, долго, так, и на совещание, за компьютером сидит, но, кажется, что вводим не бей лежачий. Но, что самое сложное у редактора, это ответственность, причем ответственность не обеспеченные ресурсы. Что делает игрокер, это вот, вот у тебя вот столько сотрудников, вот у тебя вот такие-то темы, вот так вот надо раскрыть, вот такой вот у тебя дедлайн, вот такой вот у тебя объем полосы, вот еще вот это вот такое, крутись как хочешь. Причем, если сотрудник там чего-то такое, напишет ошибка, либо что-то такое, что вот кого-то, кого там в данной редакции, ну, ты не затрогать, а он кроме, так ты это пропустишь, это потом выйдет кто-то виноват. За всех из этих сотрудников виноват в редакторах, то есть он всегда правильный. Что текст не сдали, что текст сдали не такой, что еще там чего-то не так, что тему пропустили. Поэтому редактор, это постоянный стресс, это постоянный, ты отвечаешь, причем отвечаешь за работа любых людей. Потому что, когда за себя отвечаешь, по крайней мере, вот я не так сделал, ну, либо я могу контролировать, что сделать не так. Как думаете, работа своими или чужими руками легче делать? Правильно, свои. Ну, в смысле, чужими, ее кажется, что легче делать, в смысле, что не ты делаешь, но чтобы ее сделали так, как надо, это очень-очень тяжело. Вот в этом главная проблема. Чтобы ее не оба так сделали, а именно так, как тебе надо, редактор, он вынужден работать чужими руками, своими его руками просто. Не хватит у него такой поля работы, что с собой всю ту поля, на которую отдел, должен закрывать, то не закрываешь. И вот приходит редактор еще стажер. И как редактор этого стажера воспринимает? Амуза? Ну, как вариант амуза, действительно. Ну, я бы сказал, вот точнее, ну, вот это что, кто не знает, что это? Рулет. Рулет, да. То есть, это такое очень дискованное вложение, то есть, это не то, что амуза, что вот его надо обязательно куда-то тащить, это не исправление сюда, в редакцию прислали, чтобы он бы добывал какой-то срок свой, и его не выгодишь, не надо решать за ним ни в коем случае. Ну, есть тажеры, потенциально хорошие журналисты, то есть, когда-то они вырастут во что-то, и, ну, любой журналист, который вот чего-то достиг, он может вам сказать, рассказать про опыт неудачной практики, когда он пришел в редакцию, и когда он там не прижился, когда вот, ему не понравилось, и тем, с тем он работал, не понравилось, но это прежде всего, это стажер, это очень рискованное вложение. То есть, я могу начать его обучать, я могу давать обратную связь, я могу объяснять, что он не стал, могу сидеть, разбираться в детстве, могу объяснять формат издания, и то, что вот нам от него надо. И что я в конце этого учу? Ну, как минимум, что как только до него дойдет, что у него закончится стажировка. То есть, это как ситуация, ну вот сам тоже, когда еще начинал работать редактором, тоже вот там приходит, там, талантливая стажерка, вот начинаешь ее заниматься, вот наконец-то там прошло, там, две или три недели, вот уже можешь делать, нормальный материал, вот тема, вот давай пробуй. А у меня практика уже заканчивается, у меня билеты куплены, я на курорт уезжаю. Ну хорошо, но после курорта, потом вернешься, приходи. Да, а потом у меня учебный год, а потом я еще хотела на телевидении попробовать. То есть, да, я могу научить, но я потом не буду учить. То есть, это все равно, что вот яблый, если посадить, то сколько надо, кто сажал яблый, и сколько надо, чтобы там яблый-то сократить, чтобы она росла. Ну лет семь, чтобы совсем, ну хотя бы, лет пять, чтобы хотя бы что-то там получить, хотя бы, чтобы яблый, я купил эти деньги, которые я насаживаю из квадрата. То есть, сажать яблый, перочитывать, через два или три года, получить урожай, это нереально, только-только она там закрепится, и немножко подрастет. То же самое в случае со стажером, я должен быть уверен, что я с этим человеком проработаю, ну хотя бы там два-три месяца, а лучше подольше. Потому что первый месяц, это вот чисто обучение, отхождение в формат. Могу ли я рассчитывать, вот на эти три месяца? скорее всего, нет. По крайней мере, изначально я об этом не убежден. Могу ли я рассчитывать на то, что, ну, может возникнуть ситуация, допустим, условия согласен на меня стажироваться, он готов работать и дальше, но возникает вопрос такой, что ему там деньги нужны. Я иду к уководству, говорю, я у меня на англичный человек, давайте хотя бы там стажерскую ставку выделим, уководство мне отвечает, что у нас кризис, нам бы своих там сократить, а ты тут пришел туда, ты что? И в результате человек, решивший зарабатывать, он пойдет зарабатывать в другое место. То есть я всегда, начиная заниматься стажером, начиная заниматься внештатником, растолкул его и не учим, он не так делает, и что ему делать так, я рискую, что вот эти вот усилия, при том, что я нахожусь тоже в стрессе, в нехватке времени и делициде, то есть я должен еще решать, вот чем мне заниматься стажером, или мне заниматься чем-то другим вот в какой-то текущей своей работе. отвлекательной силы из текущей работы на стажера и часто в пусту. Поэтому что нужно сделать стажером? Что нужно сделать при штате, чтобы убедить редактора им заняться? Самое первое. Ну, текст издалит тексты. На этот текст смотришь, и все понимаешь, что вот этот текст он совершенно не соответствует формату издания, то он никак не пройдет, и сидеть его переписывать, зачем он ушел. Поэтому первое, что нужно сделать начинающему сотруднику редакции, начинающему стажеру, штатнику, показать, что с ним в принципе можно сотрудничать, что он надолго здесь, то есть его можно как при штурном руке, где его дает, чего от него хотят. Вот из этого того, что с тажером, как бы вот особенно утренному полному приходит, показать, что вот ты не такой, как все, и вот с тобой можно и нигде. Следующий вопрос, как ты это показал? Ну, что любому начальнику нужно от сотрудника? Что редактору нужно от корреспондента? Быть хорошим корреспондентом достаточно просто, заявляя тему, сдавая тексты вовремя, надлежащего качества, и все, и больше ничего не надо. Сотрудник это всегда инструмент для решения проблем начальства. Быть хорошим сотрудником значит решать проблемы своего начальника. Какие проблемы у предатора? Заявить тему для ретролейки, сдать вовремя текст, закрыть тему, выпустить номер бумажного издания или опубликовать текст на сайте. Завершить на день рамок, то есть, чтобы эта работа была сметана. Соответственно, что значит быть хорошим сотрудником, быть хорошим стажером, надо заявлять нормальные темы, надо сдавать нормальные тексты. И вот дальше мы говорим о том, как понять, какую плана тему. Редактору нужны, как быстро догадаться, вот именно вашему редактору, с которым вы имеете дело, что для него тема, что для него не тема. И на что обратить внимание при написании текста, чтобы этот текст тоже был признан редактором как традиционный, чтобы не получилось, что утвердили тему, а потом вы сдаете текст, когда на них смотрят, и вы понимаете, что проще самому написать, чем исправлять. как грамотно заявлять тему. Прежде всего, нужно разобраться, что является темой в вашем издании, проанализировать тематическую повестку этого издания. Ну, во-первых, надо понять, вообще, чем занимается ваш отдел, куда вы пришли. если вы пришли в отдел происшествий и заедаете экономическую и политическую тему, пусть даже очень хорошую, так редакторная отрядливая, либо перешло в другой отдел, его просто поймут, что эта тема не его, и мы с этим разбираются, сами эту тему отклоним просто потому, что она не его, потому что в редакциях обычной тематической сферы разделены, в редакциях не любят, когда другой отдел завязает в чужое поле, и каждый редактор понимает, что это вот мое, а это не мое. И поэтому надо понимать, к какому редактору вы пришли, если вы выходите на другой отдел, у вас тема другого отдела идите в редакторе другого отдела, не заявляйте кому-то, с кем имеете дело. Что в принципе является тем для вашего издания? то есть например для одного издания вот там прошло мероприятие какой-то там важный начальник открыл новый детский сад. Вот как вы думаете тема или не тема? Ну для нормального издания не тема, для издания не презентационного. Для какого издания православного государственного тема? Исплаты и гостей для издания муниципального издания которые вынуждены этого начальника пиарить для него возможна тема. Или наоборот допустим льготников какие-то рекорды не дали. Опять же для издания которые боятся критиковать для него эта тема? Нет. Для издания которые наоборот ищут за что вы кого-то критиковать для него тема? тема. Поэтому понять в принципе какие требования к темам у этих изданий тема это что-то такое новое что никто никогда не публиковал. Другие издания в принципе согласны принимать тему если даже вот это на слуху но вы хотя бы что-то свое немножко узнали или как-то это хотите повернуть это уже тоже понимается не обязательно что вот такой вот жесткий эксклюзив был. понять в принципе что считается темой вашим изданиям. Ну посмотреть еще на каких событиях издалии проблем издания фокусируются насколько это все должно быть масштабным или какой уровень локальности допустим насколько это должно быть эмоциональным каким-то сенсационным либо в принципе требования снижены ну и плюс вот красный выделен внизу вопрос который очень часто редактор задает вот вы заявляете тему да вот это вот в принципе все хорошо вот это вот событие и вот эта проблема она вот уже давно стоит что именно новому вы собираетесь вот сейчас сообщить вот это вопрос о которой часто ломаются начинающие журналисты при заявлении темы понимают что журналистика это всегда о чем-то новом не о том что другие уже знают и что публиковали ну примеры форматов деловое издание газета коммерсант когда в 90-е годы когда она зарождалась развивалась в одно время у нее был в качестве спонсора такой банкир Александр Смоленский мало кто наверное слышал знает известный персонаж 90-х и газета делалась как вот их тогдашний генеральный директор Леонид Милославский когда объяснял журналистам какие темы его нужны он говорил представь Александру Смоленскому это интересно или нет банкир вот соответственно деловое издание если вы туда принесете тему что где-то там старушки недоплатили пенсию и что они там скажут ну да старушку жалко но тема не наша не нужна нам старушка наших читателей проблем с пенсией нет они без пенсии проживут качественные издания умная аудитория думающая вот требующая определенный уровень работы с фактами точности глубины новизны идей вот представьте что профессору было интересно массовое издание представьте что ваша аудитория массовое издание личной аудитории пожилые женщины что интересно такой читательницы с учетом ее образования с учетом ее загруженности с учетом ее круга интересов что для нее тема и что не тема глянцевое издание что глянцевое издание продает возможность погрузиться в иной мир для читателей вот в какой мере тема погружат ну что касается желтой прессы формулировка распространенная на западе по этому поводу российский главный редактор медиа деятеля Рамка Брелянов говорит что у меня журналисты пишут не статьи а что все серьезно как вот знакомая когда еще в начале длиной устраивались к нему на работу она пришла работала в других газетах вот принесла вот я вообще статьи писала статьи я не писала мне бомбы нужны вот бомба у тебя есть тогда вот приноси такой подход вот эта вот тема остальное не тема тоже отсечение но это реально случай с ее слов но очень показательно как отделяется тема от не темы и если хотите сотрудничество издания возьмите несколько выпусков возьмите сайт если это онлайн издание посмотрите тот отдел на который ты нацелились и просто заинспектируйте тематическую повестку что вообще для них тем о чем они то они персонажи что с этими персонажами происходит то есть вообще на что в мире происходящее они обращают внимания чтобы потом вы заявляли что-то вот что лежит в свете интересов а не то что как говорится не в таксу где искать тем ну есть поговорка что если собрался в загребание то надо не искать грибы потому что вы выйти например на вододыха искать вы не найдете как бы вы тщательно не ходили хоть по астральту хоть по газонам хоть по клумбам скорее всего ничего не найдете бесполезно надо вначале найти хороший лес а там как-нибудь грибы сами найдутся то же самое при поиске тем надо вначале понять а где вообще эти темы водятся где для них грибные места ну что рекомендуется самая первая система изучить эту сферу как он вы собираетесь освещать как она устроена что там за други что там за организации какие там трудятся деньги такие законы это все регулируют какие сейчас основные тренды там происходит какие основные медиа темы из этой сферы идут какие основные деятели какие основные эксперты то есть просто вот это вот системно изучить кстати в принципе мало кто и журналистов вот так таким мышлением обладает если это сделать сразу ну не просто выйти на какой-то уровень а многих обгоните метод точек конфликтов один из методов для поиска тем тем проблемных тем криминальных такие вот новости с кем-то что-то произошло или кому-то обидели где эти новости искать вот пять мест предлагается правоохранительные органы их пресс-службы если вы с ними на связи или хотя бы отслеживать сайты ну вот все как что-то поиску суды суды по своей судьбе это места где конфликт сосредоточен потому что судятся это либо чего-то делят либо кого-то в чем-то обменят но я не беру там формальные суды там об установлении факта там еще а те судебные процессы где кто-то не согласен с тем что от него хотят или за что его хотят наказать очень благодатное место причем не обязательно ходить по судам у нас в электронном виде много чего можно получить электронное канцелярия работает хорошо то есть можно по сайтам судов смотреть какие-то процессы система газ правосудия тоже хорошо работает в плане того чтобы выяснить кто участник хотя бы в чем суть дела приемные органов власти политических партий общественных организаций пойти посмотреть что там за люди с какими проблемами они пришли можно интересную историю найти но помню вот сам когда-то еще лет 10 назад писала про работу приемной государственной думы кто туда обращается с чем просто пришел поговорить с людьми ну выяснилось вот сидят две женщины зачем пришли в одной убили сына сына второй посадили за это убийство обе считают что виноват не он вот обе ходят пытаются его вызвать и заставить чтобы наказали тех кто убил на самом деле ну вот так вот потом единственный не стал за историей но в принципе очень трогательная история посмотреть чем все таки закончилась и в принципе мелодрама урега так бывает когда вот мать убитого и мать предполагаемого убийцы вместе ходят по приемным и вместе заодно и тоже годится сайте сбора подписи под обращением там просто можно подписаться постоянно рассылку получать можно мониторить сайты таких как change.org как демократа.ru но масса интересных историй можно найти и наконец блоги общественных активистов правозащитников организаций тоже хороший источник тем что у них происходит что какого случилось с чем они судятся какие-то вопиющие истории вот пожалуйста то есть просто мониторинг соответствующих сайтов даже не выходя из дома это уже может стать надежным источником тем причем не просто одну тему а поиск тем поставить ну еще один метод кто переведет то что здесь написано глобальное действие лократа примите на поиску тем ну вот сталкивался я например с ситуацией когда стажер предлагает какую-то тему общенационального и негирового масштаба расстроит он ее ну скорее всего нет напишет какую-то банальность для начинающего журналиста сделать это на хорошем уроке то есть имеет смысл заявлять например тему когда закончится война в Синнии начинающему журналисту нет всем это интересно в принципе об этом мы почитали но если почитали если об этом пишет человек который много лет сирийской тематикой занимается какой-то ученый политолог либо человек ну либо даже журналист но который этот конфликт много лет освещает это интересно ну если это пишет ну инсайд чей инсайд откуда у кого-то одного на его точку зрения знает там много действующих лиц поэтому там даже инсайдерской информации это могло иметь инсайдеров у разных действующих лиц это скорее нереально чтобы у вас были инсайдеры у вас в Собольской арабии государства обама путина ну если вы сверхинформированный журналист такого цены нет вот тогда вы это выделите на это я думаю что нет в мире такого журналисту у которого вот источники такого уровня у стольких сторон есть поэтому тема когда закончишь война все это права тема например как живет семья у которой глава семьи в Севере воюет тема уже интересно то есть вот она локальность берем какую-то большую проблему переводим на уровень обычной семьи обычных людей ищем историю которая это иллюстрирует вот это очень хорошо будет поэтому тема когда закончится война в Сирии скорее всего будет отклонена тема жизни семьи у которой глава семьи воюет в Сирии скорее всего будет принята ну зависит опять же от формата издания от отдела могут потребовать еще что-то чтобы чего-то необычное было на чем-то доузнать на чем-то сфокусироваться но в принципе это все равно ну вот такая книжка кто учится на журналисты знают ее никто не читал ну страшный учебник на самом деле кто не читал не берите его и не рекомендую помню когда окончил журналист вот стояла очередь студентов выпускников сдавать библиотеку то протискивается моя однокурсница чтобы подарить библиотеке те учебники которые она купала тогда когда была студенткой а теперь она уже закончила и не нужна прибирается она в библиотеке прилавка кладет столку книг потом одну вытягивает а прокрова я сожгу поэтому книга книга кроме вытягивает уже после второго прочтения когда в спирантуре учиться книжка умная и по крайней мере вот эту идею из нее прошу ускорить базовые требования журналистского текста текст должен быть релевантным то есть почему мы пишем об этом именно сейчас почему мы об этом сообщаем именно сейчас потому что это недавно произошло потому что об этом только что узнали потому что именно сейчас в связи с чем-то вот это интересно что вот раньше не было интересно потому что вот этого еще не было а теперь вот это чего-то другое случилось интересно вот это но нужно понять как мы это объясним объясним редактору и объясним читателю текст должен быть не банальным то есть не должен повторять то что уже до нас писали, что нового мы скажем по данной теме. И, наконец, текст должен быть декодируемым, то есть воспринимаемым человеком без специальной подготовки. Журналистика – это для всех, в отличие от специальной коммуникации, которая для понимающих людей. Журналистику читают для досуга, в отличие от другой информации, которую читают для работы. Поэтому журналистский текст должен писаться для человека со средним образованием или даже с незаконченным средним. В разных изданиях, опять же, разные требования для журналах сверху, может позволить себе писать сложнее, расшитовывать какие-то сложные, какие-то экономические темные, газеты «Ведомости» могут позволить себе так писать, но, в принципе, основная масса СМИ пишет для всех, и надо понимать, что надо смотреть на свой тексты и понимать, насколько он, насколько аудитория сможет его воспринять. Вот эти вот три базовых требования им должен журналистский материал соответствует. На этом уже подбираемся к тому, что вот темы у вас приняли, теперь вы пишите текст, и вот каким ваш текст должен быть. Дальше нужно посмотреть на требования вашей редакции, что именно должно быть в материале. Здесь стандартные могут различаться, то, что здесь у меня написано, это, ну, примерные варианты, которые в разных редакциях бывают, но этот перечень просто, он вот, то ему можно продолжать. Это вовсе не имеет отношения к какой-то одной определенной редакции, это требования разных редакций, просто так примерно это должно выглядеть. То есть в одной редакции там требует жесткий информационный повод, а в другой достаточно того, что просто тема на в руку, и вот давайте еще об этом напишем. В одной редакции достаточно какой-то абстрактной проблемой, что вот там чего-то вот, вот такой вот нехороший происходит. А другой, говорят, нет, давай персонажа, с которым это произошло, причем с подробностями, чтобы этого персонажа можно было назвать, чтобы от него цитата можно было получить. Вот на это нужно обращать внимание, просто из-за нехватки чего-то такого, что здесь перечислено текст, могут дисквалифицировать, сказать, что в том не подходит, хотя бы, в принципе, он бы подошел, но вот чего-то такого нет, что для текстовой редакции обязательно, а в этой не учли. Но тут еще такой момент важный, что не во всех редакциях требования к материалам, оформленные на бумаге, озвучиваются редактором, очень часто это находится вот на таком метафизическом уровне, то есть просто вот все привыкли, что это так, все понимают, что это так. А никому он не объясняет. И вот, ну, понять, чего от него хотят, это часто очень сложно. Поэтому нужно догадаться, нужно внимательно изучать материалы, нужно, может быть, где-то спрашивать, но вот иметь в виду, что текст могут зарубить просто из-за того, что вот что-то обязательное для данной редакции в нем отсутствует, хотя в остальном он хороший и другой редакции его по спокойному времени. И важное упражнение, тоже очень рекомендую его сделать, переписать несколько форматных стандартных текстов того издания, с которым вы собираетесь сотрудничать. именно форматных, стандартных, не звездных, звезды и могут позволять то, что не позволяет. на его уровне в сарафон писать не сможете и они часто работают за рамками формата, мы им это разрешаем, а здесь именно стандартные тексты, и именно почему переписать, то есть перенабрать на компьютере или переписать от руки, потому что просто чтение уже работает, другие рецепторы подключаются по-другому, это все воспринимается. Гораздо больше узнаешь, когда вот сам начинаешь, ну как будто сам складывать, но так же слова и понимать, как складывать слова в этом СМИ. Дальше, на что еще очень желательно обращать внимание при написании текста, на что смотреть, зачем следить. Первый момент, требуемый угол, вот то, что обязательно нужно в материале, смотреть, чтобы оно было. Смотреть, чтобы оно было на том месте, на котором оно, на котором это должно быть с учетом формата данного издана. Плотность информации. Очень важный параметр, из-за чего часто текстовичков взрывают, что текст в принципе хороший, но в принципе все есть на рынке. То есть то же самое, но более сжато, можно сказать, если начинать сжимать текст, не читая это, много времени, много усилий, редактор не всегда с этим захочет связываться. Поэтому посмотрите, можно ли это все отжать, можно ли писать более емко, но в то же время здесь пройти, найти оптимум, чтобы это с одной стороны было емко, с другой стороны было не тупо. Если текст, если допустим какие-то хорошие цитаты по отрезателю, хорошие цифры, это тогда наоборот тексту пойдет в минус. То есть текст будет сочтен слишком поверхностным. Поэтому тоже понять, что в данной редакции, какие цифры, какая глубина информации нужна. И, наконец, то, что приходит с опытом, к чему нужно стремиться, писать просто, но не примитивно. То есть с одной стороны все понятно, с другой стороны, когда вы читаете, с другой стороны понимаешь, что журналист не упрощает, а журналист много чего изучил, чтобы вот это вот просто и на пальцах объяснить. В принципе, когда человек хорошо как будто предметом владеет, то он объясняет это просто. Если человек объясняет сложно, это скорее признак, что он сам предмет не очень хорошо знает. И вот как есть такая поговорка, что признак хорошего ученого, что уборщица объяснит, чем он занимается, какое исследование ведет, какое открытое сделано. А если он не может уборщица объяснить, значит, он какой-то сомнительный ученый. Вот то же самое у журналиста должно быть при работе с темой, погрузиться в нее настолько, чтобы какие-то сложные вещи объяснять максимально просто, насколько это можно объяснить. И вас опубликовали, первая победа, что дальше. Смотрим, насколько текст, который был исходный, соотносится с текстом, который в конце концов вышел, много ли правки, какого плана правка, что именно поотрезал редактор, что перепомулировал, что добавил. И следующий текст пишем с учетом этой правки. То есть обязательно надо сравнивать, обязательно надо смотреть, что исправили, и затем следить за тем, чтобы в последующих текстах правки было все меньше и меньше, в конце концов, она стала косметической. То есть вы зарекомендовали себя как человек, который стабильный пишет хорошие качественные материалы. Поэтому нужно обязательно обращать внимание, как вас исправляют, почему исправляют. И очень желательно спросить у редактора, причем спросить без претензий. Не то, чтобы я вот такое вот ценное написал, а что-то ты еще вычеркнул, вот эта такая же цитата хорошая была, зачем, зачем все испортил. То есть именно подходить к предатку не как человеку, который портит тексты, а как человек, который тексты улучшает, и вы хотите понять, почему что-то он исправил, что вы не так сделали. Именно что вы виноваты, вы не так сделали, не хотите опять вашим повторять, вы как спрашиваете. С таким подходом будет это все хорошо воспринято, тем более, ну мало кто у редакторов спрашивает, чего он делает не так, и многие, даже штатные корреспонденты зачастую одни и те же ошибки раз до разом повторяют. Поэтому если находится стажер, который вот так вот интересуется, что же ему исправить, этот стажер уже выделяется вообще из общей массы, как очень перспективный, очень прилежный, внимательный, с тем можно работать. Поэтому очень желательно это делать, спрашивать, ну причем спрашивать именно не упрекая редактора, а упрекая себя. И, наконец, такая ситуация. Еще дальше вы себя зарекомендовали, вас уже, вам уже регулярно дают задание, и вот вечер пятницы, и вот такая вот ситуация, которая описана, ваше действие. Да, ну вот правильно, ну, не знаю, с юмором, с сарказмом прочитали или понепланировали, или всерьез, но правильный ответ действительно, шашлыки подожду, компания подождет, работа превыше всего. Мало таких сотрудников, которые, для которых, чего? Сколько я не знаю, отвечать данные? Ну, желательно все будет. Просто вы будете, всегда будете отвечать, просто вы будете отвечать, да, вначале вот, вот у вас тут и такой вот начальник вот такой, потом вот вы будете вот такой вот начальник. То есть, когда будете заместителем министра, и министра говорит, надо на совещание отправиться, вот суббота утром, поедете, поедете, а там министром станется. Люди, которые сделали хорошую карьеру, это люди, которые отвечали, да, на этот вопрос всю жизнь. А перестанете отвечать, тогда вот на этом остановитесь. Ну, не спорно, и вы можете... Ну, а когда ты начинаешь объедить, то есть, потому что когда ты и субботу готовься, да, субботу, я потом умный начальник повысит. Я вас уверяю, очень мало сотрудников, на которых можно положиться, и если вы рискуете, чтобы вы там вначале, я не гарантию, что это зачтется, или там зарплата прибавка, потом я подумаю, поехать в субботу или нет, тогда, ну, кто-то может выйти на ваши условия и пойдет, если ситуация дефицита, но вам это пойдет изменится. Поэтому, ну, моя рекомендация, это можно прислушиваться к ней, можно и нет, но я поступил так, что ответный, правильный ответ, какое бы задание ни было, и в этом успех при при построении карьеры, при утверждении в редакции и при дальнейшем росте. Ну, и в принципе, что касается карьерной мотивации, то люди подразделяются на два типа, на те, кому больше всех надо и кто готов за это жертвовать, не досыпать где-то, жертвовать увлечениями, жертвовать развлечениями, тратить свободное время, растягивать работу, ну, делали больше, и те, для кого основная мотивация, это мотивация избегания, то есть прежде всего жизнь не комфорт, а работа это неизбежное зло, чтобы какие-то деньги получить и потом их тратить уже в свое удовольствие. Ну, к сожалению, у нас страна больше не 2 типа, и поэтому хороших специалистов у нас в стране очень-очень мало. Ну, есть понятие, вот, различные нематериальные виды капитала, как вот социальный капитал, капитал доверия, людейный капитал, капитал публичность, то человеческий капитал капитал навыков, то человеческий капитал российский капитал. Но если есть у вас намерение в журналисты диастанство утвердиться и развиться, ну, собственно, как в любой другой сфере, которой вы занимаетесь, то первая мотивация целесообразнее, и много вы достигнете и развлечения, и острые ощущения, и эмоции там тоже будут, это тоже будет интересно, ну, в принципе, будет счастье. Ну, вот, на я вам хотел бы закончить. Спасибо за внимание, спасибо за активность, спасибо, что пришли, надеюсь, что было интересно, надеюсь, что будет полезно, мы что-то из этого удастся применить, и вам поможет определиться в редакции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok